Нацбанк установил самую низкую учетную ставку в истории нашей страны. Что это даст для обычных украинцев? Будем разбираться с экономистом и международным экспертом Игорь Горборук с нами на связи по скайпу. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Учетная ставка непосредственно влияет на нас с вами, на кредиты, депозиты, ипотеку и косвенно даже на курс доллара, говорят эксперты. Еще год назад она была в три раза выше. Почему сейчас государство решило снизить? На самом деле никакой заслуги Национального банка Украины в этом нет. Как говорит господин Смолей, что вот мы сделали, мы снизили. Это абсолютно неправда. То есть в данном случае четко выполняется обещание предвыборного господина президента о том, что будет создаваться привлекательная ситуация в банковской сфере. Соответственно, учетная ставка и ее снижение было одним из обещаний нашего президента. Да, действительно, там еще буквально год назад мы имели уровень учетной ставки на уровне 17-17,5%. Затем у нас пошло резкое снижение до 11%, до 8%, и на сегодняшний день у нас 6%. То есть чтобы просто для понимания, что такое учетная ставка, это тот процент, к которому потом коммерческие банки добавляют уже свой процент, и получается уже стоимость тех кредитных ресурсов, которые привлекаются или бизнесом, или мы берем в виде кредита. То есть, соответственно, действительно, уменьшение учетной ставки напрямую влияет на уменьшение стоимости кредита. Давайте разбираться по пунктам, как для неэкономистов. Разъяснение на цены, как это повлияет, не повлияет? На цены напрямую это не повлияет. Косвенно это повлияет просто на, ну скажем так, более на эффективность бизнеса, который может опосредованно уже снижать все цены на свою личную продукцию. То есть прямой связи не существует. Есть прямая связь, например, если вы раньше брали в коммерческом банке кредит под 25-26%, потому что учетная ставка была 17,5%, например, под ипотеку, то на сегодняшний день данный процент должен быть существенно ниже. По поводу кредитов, в частности, этот процент снижается. С какого дня, с какого числа будет оплата ниже? Ну, это постепенно абсолютно процесс. То есть, это, скажем, Национальный банк проводит определенные взаимодействия с коммерческими банками и постепенно стоимость кредитов будет снижена. То есть, еще раз говорю, что это действительно было предвыборное обещание господина президента. Вот только, скажем так, влиянием, нельзя сказать давлением, именно влиянием на Национальный банк этого удалось достичь. Просто чтобы для сравнения мы понимали, даже в то время, когда у нашего Национального банка учетная ставка была на уровне 17%, уже Европейский Центробанк декларировал учетную ставку на уровне 0%, например, Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки на уровне 1,75%. То есть, ну, просто для понимания бытового, у меня друг в Германии, у него кредит, стоимость кредита 1,36%. То есть, ну, даже менее, там, полутора процентов, не 25%, а 1,36%. То есть, чтобы мы просто понимали, насколько вот кредитная учетная ставка имеет влияние на кредитные средства. А по поводу депозитов? По поводу депозитов, ну, здесь прямой корреляции, ну, по моему мнению, тут не существует. Некоторые эксперты также связывают влияние на курс доллара, потому что украинцы якобы больше будут все-таки скупать гривны, пользоваться гривнами, и, соответственно, это может доллар немножечко удешевить. Или наоборот, что здесь скажете? Здесь, опять же, тут скорее общая деятельность Национального банка влияет на данную ситуацию. Почему? Потому что, на самом деле, мы на сегодняшний день и так видим с вами достаточно невысокий курс доллара. То есть, буквально еще недавно мы видели скачки с вами до 28,5, до 29. На сегодняшний день это менее 27 гривен. В данном случае я считаю, что в большей степени имеет влияние деятельность нашей экономики. То есть, в данном случае, например, импортеры не настолько заинтересованы в том, чтобы скупать доллар, потому что они не настолько много поставляют в страну, соответственно, продажи ниже, соответственно, им доллар не нужен. Это, с одной стороны. С другой стороны, нашему национальному бизнесу, так как все-таки затруднены взаимодействия с внешними рынками, также доллар не очень нужен. Ну и, с третьей стороны, наше население вынимает уже последний из кубышек, которые там у каждого, наверное, все-таки присутствовали, и скорее сдает доллар, чем его покупает. То есть, на сегодняшний день предложение на рынке валют значительно превышает тот спрос, который мог бы быть. А связывает также учетную ставку с инфляцией, что скажете? Как у нас сейчас обстоят дела с гривной? Смотрите, на самом деле, одной из главных целей Национального банка Украины является низкая инфляция. Вот они очень сильно за нее борются. Опять же, если сравнить с ФРС в Соединенных Штатах Америки, там другие принципы деятельности. Там основная цель – это увеличение количества рабочих мест. И вот я все-таки считаю, что Национальный банк должен переориентироваться в этом отношении. Я считаю, что назрело время принять новый закон о Национальном банке Украины и изменить его цель. Ну, давайте я просто приведу маленький пример, когда мы, скажем, прикладываем максимальное количество усилий для того, чтобы получить кредитные средства от Международного валютного фонда. Например, первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов. И при всем при этом Национальный банк, господин Национальный, говорит о том, что за последние два месяца они купили на рынке Украины на 1,8 миллиарда долларов наличных средств и положили их в запасы нашего Национального банка Украины. То есть фактически ту же сумму, которую мы одалживаем, оказывается, она есть в распоряжении Национального банка Украины. Поэтому на сегодняшний день я все-таки считаю, что руководство Национального банка Украины разбалансировало деятельность своей структуры и там требуются достаточно существенные изменения. А скажите по поводу изменений в экономике. Каким образом, опять-таки возвращаясь к нашей теме снижения учетной ставки, каким образом это повлияет на экономику? Не будет ли каких-то негативных последствий? Нет, наоборот. В данном случае, скажем, наша экономика очень сильно страдает от того, что привлечение кредитных ресурсов очень было всегда изначально дорогим. То есть мы были в неконкурентной ситуации с западными компаниями. Соответственно, уменьшение учетной ставки, оно приводит к тому, что наши бизнес-компании смогут получать кредиты по более низким ставкам. Вот и все. То есть на самом деле в данном аспекте это абсолютно напрямую позитивно влияет на национальную экономику. Для нас на сегодняшний день крайне важно перезапустить нашу промышленность. Почему? Потому что мы должны все-таки, как говорится, начать торговать добавочной стоимостью, а не просто сырьем. То есть, соответственно, мы должны разогревать свой внутренний рынок. Соответственно, низкая учетная ставка это всегда плюс к экономике. А связь какую-то проводить с заработными платами, повышением, понижением, как считаете, стоит, не стоит? Ну, прямой корреляции, по-моему, мне не существует. Скажите, пожалуйста, как долго продлится вот такая ставка, уровень этой ставки, когда дальше ждать изменений, и куда потом будет, может, еще понижаться, возможно, или все-таки повысится? И когда? Смотрите, на самом деле учетная ставка это как раз механизм влияния на инфляцию. Вот если действительно инфляция будет повышаться очень сильно, существенно, тогда национальный банк будет вынужден повышать, скажем, учетную ставку, чтобы этого не происходило. Если инфляция будет сохраняться на уровне двух, трех, максимум, четырех процентов, я считаю, что у нас есть все абсолютно перспективы и возможности для того, чтобы, ну, если не совсем уже переравнять к европейскому центробанку, там, к нулю процентов, то существенно еще унизить, хотя бы на уровне трех, четырех процентов. То есть это абсолютно нормально. Еще раз говорю, снижение учетной ставки, оно полностью приводит к разогреву национальной экономики. Нам как никогда на сегодняшний день нужно стимулировать национальный бизнес, большие национальные компании, малые компании для того, чтобы наша экономика работала. Почему? Потому что это рабочие места, это налоги в бюджет, это тот национальный продукт, который мы с вами потребляем внутри нашей страны, и это тот качественный национальный продукт, который мы можем экспортировать на внешние рынки и, соответственно, привлекать валюту в нашу страну. Услышали вас. Спасибо огромное за разъяснение. А я напомню нашим зрителям, что с нами на связи по скайпу был экономист и международный эксперт Игорь Горборук. Говорили мы о снижении учетной ставки и как это повлияет, собственно говоря, на нас с вами. Актуальные темы мы обсуждаем по будням в 16.30. Я и Николай Сырокваш всегда рады задать вопросы, которые актуальны для нас с вами. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok